На еду и одежду денег не хватало. Мне приходилось спросить милости, чтобы как-то прокормить нашу семью. Голодать семье Вячеслава Гаврилова пришлось до их переезда с материка на Сахалин. Затем армия. Служил рядовой Гаврилов на границе с Японией по 50-й параллели. Судьба ветерана так потрясла школьников и учителя технологии Галину Абакумову, что они решили снять фильм. Правда, фамилию героя немного изменили на Гаврилина. Работали над лентой два года. И в снег, и в ветер. Фильм снимался везде. Везде и было на натуре, и в помещении снимали, и выезжали в поля, где стрельбы идут. Окопы были, сами рыли окопы. Ну, все, что возможно было и ночью, и днем. И это была и зима, и в дождливую погоду. Были такие вот сложные достаточно съемки. Актеры, они же школьники, открыли для себя новое дело. Каждую роль не отыгрывали, а проживали. А искусство, оно такое, постоянно требует жертв. Тяжело происходили съемки. Очень много грима натурального, по типу земли, глины, угля. И падал я тоже. В общем, тяжело происходили. Юлиане Сердеге пришлось еще тяжелее. Она играла медсестру, которая наравне с мужчинами несла все тяготы службы. Было достаточно тяжело, потому что съемки максимально были настоящими. То есть, мне приходилось таскать наших мальчиков, которые так уже немало весят. А еще у них было оружие, вот, например, ППШ, которое тоже имеет свой вес. В фильме показаны сцены, как разведчик Гаврилов вместе с товарищами восстанавливал связь, уничтожил там врага из автомата. Затем капитуляция японцев. И среди этого – история любви. Молоденький красноармеец Слава Гаврилов влюбился в японскую девушку. Но пришлось расстаться. Она уехала на родину вместе с тысячами своих земляков, которые жили в Карафута. Сам ветеран высоко оценил работу ребят. Хоть и говорят, что вот, современная молодежь. Нет, она такая же. И если потребуется, она также отдаст свою жизнь за Россию. Ленту «Солдат Гаврилин» сначала показали в родной школе. А дальше фильм отправят на различные конкурсы.